Друзья, всех приветствую! Меня зовут Юлия Фишер, я дошкольный педагог-психолог, отвечаю на ваши вопросы по воспитанию и развитию ваших деток. Сегодня читаю письмо от 12 ноября. Наталья пишет, котенку обидно. Называется письмо. Добрый день, Юлия! Здравствуйте, Наталья! Вопрос такой. Моя дочь постоянно говорит о себе в третьем лице. Ребенку 3 года и 7 месяцев. Родилась на 37-й неделе. Роды естественные, с применением вакуума. Села поздно, в 9 месяцев. Пошла самостоятельно в год и два. В остальном по развитию не отставала. Заговорила о предложении в 2 года. Сейчас пытается выиграть букву Р. Р. 37. Однажды назвала дочку ласково котенком. И теперь ребенок постоянно себя в этом образе представляет и говорит котенку обидно, и он ушел за дальний куст. Если обижается на что-то или, в кавычках, он не хочет. Если спрашиваю, кто он, отвечает котенок, конечно. Ночь успит, очень беспокойно крутится. Несколько раз за ночь плачет. Иногда проговаривает события, которые были днем. Может кричать и драться. Нервная система у нас перегрузилась в течение дня. И не может ночью оттормозиться. Плохо. Нужно оттормаживаться. Может кричать и драться. Если даже просто погладить и попытаться успокоить. 1-2 раза писается за ночь. В такие моменты стараемся не будить. Но иногда от криков становится тяжело, так как реагируют соседи. По поводу сна. Это к неврологу однозначно. По поводу сна. Неоднократно консультироваться с неврологом. Говорят, ждите, перерастет. Нифига не перерастет. Нервная система, видите, зреет не нормотипично. Не может оттормозиться. Что нужно нервной системе, чтобы зреть хорошо и по учебнику, скажем так. Ей нужно крепко спать ночью. Если она ночью хорошо 10-11 часов поспит. Вот в этом возрасте. 10-11 часов поспит. То она с новыми силами может прожить вот этот будущий день. Если она не выспалась. То же самое по себе судите. Если вы не выспались, а вас утром ждет до вечера безумное количество дел. То вы уже без сил утром встали. Какие дела делать? Вы будете их делать нервно. Будете делать абы-кабы. И какие-то дела вы вообще не сделаете. И опять бешеные ляжете спать. И опять там вы не выспитесь. И на следующий день опять у вас куча дел. То же самое у нервной системы. Ей нужно очень хорошо выспаться. Оттормозиться. То есть прям как убитый проспать. Чтобы утром встать с силами. И заниматься вот этими делами спокойно. Все воспринимать. Не стереть, не орать. В общем не писаться, не заикаться. Если она не выспалась, то соответственно день проходит. И вот начинается круговорот. А в этом во всем разбираются неврологи. Неврологи должны назначить ЭГЭ, доплер сосудов. Выяснить, почему у ребенка зреет плохо нервная система. Почему не оттормаживается. Почему ночью плохо спит. И после выяснения, после обследования. Назначить какую-то поддерживающую медикаментозную терапию. Так, неоднократно консультировалась с неврологами. Говорят, ждите, перерастет. Дело ЭГЭ, оно в норме. Очень беспокоюсь по поводу потери. Или в кавычках неразвития у дочери своего собственного. Я сейчас скажу по поводу этого. Подскажите, норма ли это? Надо ли с этим что-то делать? По поводу ночного недержания тоже бы хотелось услышать ваше мнение. Спасибо. Так, еще раз. 3,7. Я бы все-таки еще раз пошла к неврологу. Уже, конечно же, к другому. Потому что не могут быть проблемы, когда у нас все хорошо. Не может быть кашель, если кровь идеальная. И флюорография или рентген, чего там легких. Все это прекрасно. А вдруг у человека там мокрота, кашель, слизь и всякого прочего. Но не бывает так, правильно? Если есть симптомы, значит есть что-то там внутри, что выдает вот эти вот симптомы. Пусть делают допперсосудов. Пусть делают еще раз ЭГЭ, но не при поликлинике, а прям не педиатрии и этой неврологии, где люди разбираются. Одно дело сделать ЭГЭ, а другое дело его еще правильно расшифровать. Я встречала еще врачей, которые не могут толком эти вот все, все вот эти вот волны, все эти правильно расшифровать. Идите более качественно. Говорите, ребенок не спит, кричит, ночью дерется, кусается. Что это такое? Писается, тем более еще. Вот, по поводу писания, я думаю, что и когда вопрос с врачами будет выяснен, тогда эта проблема сама отпадет, как бы все нормализуется. Сейчас только можно меньше пить, соответственно, я думаю, что это вы уже и без меня все прекрасно знаете. За два часа закончить прием жидкостей, ночью поднять, вот вы ложитесь там в 11, в 12, во сколько, самое позднее, а сколько вы ложитесь, или может даже будильник завести, поднять ребенка и пописать. Если вообще дается на это дело спокойно, аккуратненько прям горшок здесь в кровати поставить, или около кровати, и аккуратненько пописать, не будя ее. Вот, ну, пеленки, памперсы, я не знаю, ну, что-то такое, как-то вот, чтобы облегчить и ей вот эти вот страдания, и вам тоже. Вот, и разбираться внутри, что внутри, в нервной системе пропускают эти вот звоночки, почему еще не наладился канал мочевого пузыря к голове, да, где-то теряется информация. Разбираться с доплером сосудов, может быть, где-то в шее что-то пережато, и разбираться, конечно, с микроэлементами, потому что на их количестве витаминов, макро-микроэлементов строится вся работа головного мозга. А это у нас, это у нас центр, центр управления, особенно лоб, да, сейчас у нас сколько, 3,7, значит, сейчас должен активно зреть лоб, может быть, тут что-то не зреет, и происходит вот такие вот, вот такая вот картина. В общем, на сне нужно сконцентрироваться. Теперь по поводу я. Если она себя называет в третьем лице только когда она принимает образ котенка, это одно дело. Играйте в это котенка, продолжайте. Многие девочки, мальчики, у которых очень большая фантазия и воображение на год, на два, на полтора, надевают на себя маску какого-то героя. Те, допустим, дети постарше, которые чувствуют себя неуверенными, слабыми, и им хочется быть сильными, как человек-паука или там кто-то еще, они вот превращаются в этот человек-паука, и в этом образе им легче быть смелыми, спасать, сильными, ну и так далее, да, противостоять чему-то им сложнее. То есть бывает, что личности слабы и прячутся вот за этот образ, чтобы стать сильнее. Бывает, что просто фантазия настолько развита, обычно это у девчонок происходит, и вот эти вот котики, мяу, я буду гав, я буду это, почеши меня за ушком, ну и всякое прочее, в общем, берут на себя какой-то образ, и ничего в этом страшного нет, играйте в это дело. Чем больше вы будете в это играть, тем быстрее закончится этот образ. Если вы будете отрицать, говорить, да нет, ты девочка, да ты не кошечка, да хватит этой кошечки, тем больше растянется вот эта вот игра. Ну просто вот такое вот воображение, поиграйте, поиграйте в это дело. И если только в этой игре она говорит о себе в третьем лице, ну правильно, она же, не она же котик, она как бы на себя роли кота этого приняла, и конечно же, как бы она за него играет, это как бы игрушка, за которую она играет. И конечно же, она говорит в третьем лице, да, это он хочет этот котик, хорошо, она не слилась личностью с этим котом. А в те моменты, когда она не в роли, а просто она девочка, и про себя она говорит, я хочу писать, мама, или я хочу есть, или там, я не хочу, или я хочу пойти гулять. Но если она про себя говорит нормально, я, то здесь картина нормальная. Если она, и выходя из образа, тоже говорит о себе в третьем лице, то нужно идти к психологу, продиагностировать, протестировать и посмотреть, порисовать там рисуночные тесты и посмотреть, что там в личности происходит. Потому что прям так вот я сейчас сходить не могу. Почему это именно у вашего ребенка происходит? Вот смотрите, задержка чуть-чуть была по крупной моторике, да, я имею в виду сесть и пойти. Может быть, здесь вот идет задержка и по становлению личности. Личность выскакивает где-то примерно в три года, когда идет кризис трех лет, и там появляется вот это я, я буду, я хочу, слушайте меня, а я тоже, вот я что-то имею, свою личность вот в три выскакивает. Может быть, у вас просто на семь месяцев, на полгода вот задержался выскакивание, вот это я, вот этот кризис трехлетний, он сейчас со дня на день должен появиться. Это я может быть, я предполагаю. Вообще, это нужно, нужен ребенок на рисуночный тест посадить, поковыряться, посмотреть у него, что там в душе, и тогда сделать выводы. Вот, в общем, выбирайте. Если она, говорю, всегда, что она в образе, что она не в образе, всегда у нее третье лицо, вот. И если вас это прям совсем беспокоит, значит, идите к психологу. Если не беспокоит, подождите еще месяц-другой, может, этот кризис трех лет произойдет, и у ребенка догонится вот это вот я личность, вот это вот я вылезет. Вот. Если в обычном состоянии я есть, а только вот в образе кота нет, то это дело пройдет, в общем, играйте. Ну, в общем, все вот так вот плавающе, потому что, опять же, мне мало информации. Короткое письмо и мало информации. Чем хороши наши с вами информации по телефону, ватсап, да, что я могу вопросы вам в ответ задавать и конкретно прям тут же на месте в течение часа разобраться, что к чему, и уже посоветовать что-то конкретное. Вот здесь, да, мало информации и сложно. Ну, ладно. Думаю, что помогла. 12 ноября. Наталья. Микроэлементы не забудьте. У нас, кстати, под видео в описании есть ссылки на клинику Скального в Москве. Если даже не в Москве, почту можно отставить. Мы, кстати, сейчас из Таиланда, девочки, с СДВГ, отправляли почту и волос туда, в Москву. И буквально в течение недели они туда дошли, в течение трех дней сделали анализ. И уже нам на почту прислали, уже была консультация, нам рассказали, что вообще с этим делать. И нам капитально с этим дело помогли. Так что почта, это все возможно. Значит, 12 ноября. Наталья. Котенку обидно. Вот. И тоже приглядитесь. Кстати, многим родителям на заметку, у кого дети играют вот в таких персонажей. Я вот сказала по поводу несмелости, да, и в образе Человека-паука, допустим, или этого Железного Человека, он становится смелым разворачиваться, да, ему так легче, когда у него есть, есть как бы крыша, скажем так, над головой, ведь Человека-паука, крышует его кто-то. Вот по поводу обидно. Приглядитесь. Может быть, действительно незаслуженно влетает ей. Может быть, вы к ней строгие. Может быть, завышенные требования. Почему вот она обижается через своего оппонента? Напрямую не может сказать, а вот котик обиделся. Там, допустим, не хочу, там это понятно, да. А вот обидно ушел с другой кустик. Посмотрите, действительно ли в детско-радистских отношениях обижаете там ребенка. Может быть, поддержать. Может быть, не вешать ярлыки. Может быть, не говорить, у тебя это дело не получится. Наоборот, подбадрить. Да, да, попробуй, может быть, получится. Хотя вы заведомо знаете, что это нифига ничего не получится. Подбадрить. Пусть она сама не от вас узнает, что вы в нее не верите. А там вот, в процессе пробования у нее там что-то не получится, она сама сделает вывод. Ну, в общем, приглядитесь, почему часто ли вот это вот обидно? Или это просто был такой пример разовый? Или действительно часто котенку, в кавычках, обидно? Посмотрите, почему ребенок обижается. Ну, все, ответила. Друзья, как я и сказала, в описании есть почта. Пишите туда письма, задавайте вопросы, я отвечу. И в Ютубе выложу видеоответ. Там же есть интернет-магазин на наши развивающие многоразовые тетради, блокноты, игры развивающие. Заходите, смотрите, покупайте. И также там есть ссылки на Скального, на Шишонина, если у кого проблемы с кровотоком. Там же есть ссылки на генетический анализ, кто только собирается заводить детей. В общем, много там полезных ссылок. Пользуйтесь. И до встречи. Спасибо. Спасибо.